Нефть почти всю неделю дешевела. Вслед за ней падал рубль. Казалось, что сбываются самые пессимистичные прогнозы. В понедельник цена барреля нефти Brent опустилась ниже 28 долларов. Это 13-летний минимум. Когда в первой половине недели рубль упал до 85, в обменниках разница между курсами покупки и продажи достигла 10 рублей за доллар. Аналитики объясняли все происходящее совпадением двух факторов. С одной стороны, нефть и так дешевела из-за падения китайских бирж. С другой, в самый неподходящий момент сняли санкции с Ирана. Иран на рынке оказался крупный игрок, сходу пообещавший выбросить в продажу огромные запасы и увеличить свою добычу. Поэтому рынок, на котором нефть и так уже залейся в начале недели, рушился не на шутку. Дешевые американские сорта производители уже готовы были отдавать почти бесплатно. Лишь бы уже добытое не скапливалось, латиноамериканцы отгружали нефть дешевле себестоимости. Ведь останавливать добычу – это огромные деньги. Но в пятницу нефть от иранского шока начала оправляться и немного отыграла до 32 долларов, показав рекордный суточный рост за 5 месяцев. За ней и валюта встрепенулась. Рубль стал стремительно поправляться. И курс на выходные – около 80 за доллар, 87 за евро. Но когда цены оттолкнутся одна и начнут по-настоящему стабильно расти, сейчас непонятно. Самые оптимистические прогнозы крутятся вокруг цифры 45 долларов за баррель на ближайший год. Мой коллега Павел Пчелкин поговорил с экономистами, чтобы понять, что делать, что делается, и как, помня опыт прошлогоднего падения рубля, не поддаться панике. В эту среду глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что рубль наконец близок к своему фундаментальному значению. На фоне упрямого снижения курса российской валюты только ленивый не ерничал над этими словами, но в пятницу рубль неожиданно отыгрывал свое суточное падение. А экономисты отмечают снижение зависимости курса рубля от цены нефти. Они уверены, что поддержку рублю оказывает сокращение импорта. Для того, чтобы что-то импортировать, необходимо купить валюту и за валюту купить товар за рубежом, привезти его здесь и продать за рубли. Собственно говоря, падение импорта – это один из тех факторов, который, собственно говоря, у нас и поддержал рубль в прошлом году. И объясняет тот факт, почему при таком падении цены на нефть, который мы наблюдаем с начала года, ослабление рубля было, ну, как мы так, несопоставимо и меньше. Пока неизвестно, будет ли рубль и дальше прислушиваться к словам главного банкира, но тенденция хотя бы наметилась, и в ней есть своя логика. Да и углеводороды, хотя дешевеют, бесконечно это происходить не может. Мы в течение 2016 года все-таки прогнозируем, что цены на нефть в целом будут не ниже 30 долларов за баррель. А это значит все-таки, что если говорить о том, что рубль напрямую связан, цены на нефть, он не должен опускаться далее. Поэтому я думаю, что вот то, что сказал наш Центральный банк о том, что он где-то достиг своей реальной стоимости, я думаю, что это справедливо. Правительство на этой неделе собиралось буквально через день. Дешевеющая нефть требует экстренной корректировки бюджета, а экономика – поддержки. Хотя ослабление рубля позволяет в основном компенсировать потери, чтобы платить пенсии, зарплаты бюджетникам, исполнять другие социальные обязательства – это не панацея. Нужно урезать расходы. У министров осталась неделя, чтобы представить свои предложения. Оптимизированы будут и доходы. Премьер Медведев требует от Минфина ускорить создание единой системы управления в фискальной сфере. В нее войдут налоговая служба, таможня, социальные платежи и Росалкоголь. Экономика испытала сильный шок и должна адаптироваться к низким ценам на нефть, говорят экономисты. Процесс это не быстрый, но только он может дать надежную, в отличие от нефти, опору рублю. Так или иначе, бизнес начинает искать другие точки приложения. И рано или поздно, как показывает вся мировая история с периода античности по настоящее время, эти точки приложения сил найдутся. В частности, некоторые российские автозаводы уже начали экспорт своих автомобилей, в том числе и в Западную Европу. Просто в силу того, что из-за девальвации это стало банально выгодно. Переводя теорию в практику, эксперты советуют всем набраться терпения. Стоит вспомнить прошлый год, когда люди массово скупали дорогие товары, чтобы потом их продать. Но продавать в частном порядке оказалось непросто, даже с потерей цены. По мнению экономиста Евгения Надоршина, главная реформа, которой нужна России, реформа в головах граждан, по старинке живущих одним днем. К сбережениям, на его взгляд, в это непростое время нужно отнестись как к подушке безопасности. Например, на случай потери работы. Чем больше такая подушка безопасности, тем меньше придется поступаться, тем комфортнее можно искать эту работу. А с феном, миксером и автомобилем, простите, работу можно и не найти, и только проблемы от этого получить. К покупке валюты в период бурного роста ее цены эксперты тоже советуют относиться с холодной головой. Напоминаю, что в декабре 2014 года граждане в панике покупали евро даже по 100 рублей. Но потом цена валюты упала, и даже через год сейчас, в пик кризиса, евро столько не стоит. Плавающий курс рубля, говорят экономисты, на той плавающей, что за временем отыграет верх вместе с нефтью. Хотя прежних рекордов укрепления ожидать вряд ли стоит. Девальвация – это мера защитная. Она очень сильно связана с изменением цены на нефть. А рынок нефти сегодня находится в состоянии очень сильного перегрева с точки зрения падения цены и большой спекулятивной игры. И недаром же большинство аналитиков сейчас говорят о том, что этот процесс практически выдыхается. Заметное снижение цены нефти в понедельник после снятия международных санкций с Ирана эксперты считают в большей степени эмоциональной реакцией рынка и действиями биржевых спекулянтов. Уже к пятнице рынок почти переварил панику, и цена за баррель отыграла целых 8%. Здесь стоит напомнить, что иранская нефть – это лишь около 1% мирового рынка черного золота. Иран может выйти с объемами около 300 тысяч баррелей в сутки, на мой взгляд, в течение полугодового или годового промежутка времени. Как заявляют иранцы, от полумиллиона до миллиона баррелей в сутки. А хочу подчеркнуть, что в мире потребляется свыше 90 миллионов баррелей в сутки. То есть в глобальном смысле это малый объем. Плюсов от снятия международных санкций с Ирана, которого добивалась Россия, явно гораздо больше, чем минусов. Во-первых, Москве выгодно усиление Тегерана как союзника по Сирии. Иран – серьезный противовес Саудовской Аравии, пытающийся доминировать в регионе. Но окончательно перевешивают чашу весов возможные экономические дивиденды от снятия санкций. Иран получил доступ к своим зарубежным активам, которые были заморожены. Это порядка 100 миллиардов долларов, которые он намерен инвестировать в свою экономику. Перед российскими компаниями на иранском рынке открываются отличные перспективы. Без нашего участия это все равно случилось бы, но может быть чуть позже. А Иран достаточно перспективен и как рынок сбыта отечественного вооружения, и как рынок сбыта наших ядерных технологий, поскольку российские ядерные технологии вполне конкурентоспособны на мировом рынке. И в будущем, возможно, как поле деятельности и для российских нефтяных компаний. Не исключено, что новых сюрпризов от нефтяного рынка можно ждать уже в понедельник. Биржевые спекулянты продолжают играть на понижение цены нефти, глядя на замедление экономического роста в Китае и, конечно, на Саудовскую Аравию. Чтобы усложнить выход Тегерана на нефтяной рынок, Эрият продолжает добывать огромные объемы нефти. Рано или поздно этому придет конец. Из-за дешевизны нефти Саудовская Аравия уже вынуждена компенсировать дефицит бюджета из золота валютных резервов и впервые в своей истории вводит новые налоги. Между тем, многие добывающие компании мира близки к черке своей рентабельности уже при нынешней цене в 30 долларов за баррель. В США, Латинской Америке и Северной Европе замораживаются инвестиции в новые нефтяные проекты и разведку месторождений. По всем экономическим законам, критическая масса подобных факторов неминуемо толкнет маятник нефтяных цен в обратном направлении. Это только вопрос времени. Павел Пчелкин, Наталья Литовка, Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал.